1 октября в Доме журналистов прошла пресс-конференция, посвященная предоставлению социального налогового вычета мячам за физкультурно-оздоровительные услуги. О важных моментах нового актива по социальной поддержке рассказали заместитель министра по делам молодежи физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник и начальник управления правового и кадрового обеспечения регионального Минспорта Ольга Степанова. У нас стоит амбициозная задача по максимальному вовлечению людей в занятия физической культурой и спортом. Ни для кого не секрет, что к 2030 году мы должны достигнуть показателя 70% регионов, занимающихся спортом. И такие меры стимулирования дополнительные, как налоговый вычет, конечно, это очень важно сегодня. И это, может быть, даже подстегнет кого-то к тому, чтобы, во-первых, прийти в спортзал, во-вторых, тем, кто уже занимается, не отказываться от занятий спортом и станет такой хорошей мерой социальной поддержки. В 2023 году россияне смогут получить социальный налоговый вычет по НДФЛ в части расходов на физкультурно-оздоровительные услуги за 2022 год. Претендовать на возврат средств сможет как сам занимающийся, так и его несовершеннолетние дети. При этом сумма не должна превышать 120 тысяч рублей за год, а заведение, которое посещает человек, должно быть включено в перечень физкультурно-оздоровительных организаций. Организация, помимо того, что должна оказывать эти услуги, она должна войти в перечень физкультурно-спортивных организаций. Этот перечень формируется Министерством спорта Российской Федерации и формируется он на основании предложений органов власти субъектов. То есть в данном случае Омская область будет формировать список организаций, которые подходят под определенные критерии и подавать его в Минспорт. В этом году представить документы в региональный Минспорт можно до 16 октября. Для этого организации необходимо написать заявление, дать согласие на размещение своих данных в интернете и направить документ, подтверждающий трудовые отношения с работниками, которые оказывают услуги, штатное расписание и документы о спортивном образовании работников. Обращаем внимание, что отношения должны быть трудовые с организацией. Либо если это индивидуальный предприниматель оказывает услугу, он сам должен иметь такое образование. Это значит второй момент, то есть должны быть тренеры в штате, они должны оказывать услуги и они не должны быть, эти организации включены в перечень недобросовестных поставщиков. Министерство спорта будет оказывать методическую поддержку организациям и поможет разобраться с подачей документов для включения в перечень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова